День российского кино. Профессиональный праздник кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит смотреть отечественные фильмы, отмечается 27 августа. Традиционно перед этим событием по всей стране проходит Ночь кино. А вы как сейчас оказались? В жизни не поверишь, Михаил Ильич? Третий год подряд тюменцы собираются на всероссийской акции Ночь кино, которую проводит Министерство культуры России. Мы в кино ходим, но в фестивале лишний повод в такой месте побывать, наверное. В этом году россияне участвовали в онлайн-опросе и выбирали три фильма, которые покажут в Ночь кино. Победителями стали «Танки» Кима Дружинина, фильм «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко. Посмотреть анимационные фильмы приходят целыми семьями. После показа современных российских мультфильмов организаторы международного фестиваля «Ноль плюс» задавали зрителям каверзные вопросы. Мы еще добавляем образовательный момент, когда зрители должны что-то вынести для себя из фильма. И даже это заложено в основу игры. Ночь кино для киноклуба в Притюменском институте культуры и областной научной библиотеке имени Менделеева стала началом нового сезона. 17-й сезон работы Тюменского института культуры. Откроется программа Тимура Курманова «Три леса китайского кино». В программу вошли 8 новых фильмов режиссеров Китая, Тайваня и Конкука. Для киноклуба «Молодость» при Тюменской областной научной библиотеке – это первая ночь кино. Поэтому, соблюдая всероссийскую традицию, смотреть фильмы зрители закончили глубоко за полночь. Сезон кино открыт. В киноклубе «Молодость» в сентябре будут показывать фильмы ГТРК «Регион Тюмень». Анастасия Ломовцева, Вячеслав Иваненко, Новости культуры.